Это наш хлеб из истины и это наш хлеб искренности. Итак, идем дальше, друзья. Итак, мы берем каждый верхний кусок масты и ту половину средней, которая не спрятана. Две половинки берем и мы начинаем кушать. Мы начинаем кушать и ту, и ту. Кушать сейчас, мы все кушаем. Благословенный Господь Бог наш, Владитель Вселенной, Который вырастил в плесных земли. Слава тебе Господь! И из петли, в исходе 12 глава 39 стих говорит, и из петли они из тех, которые вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не укисло, потому что они вызваны были из Египта и не могли медлить, и даже пищу не приготовили себе на дорогу. На петах мы едим мацу для того, чтобы вспомнить поспешность, в которой наши племки бежали из Египта. Мацу очень часто называют хлебом бедствия. Хлеб, который мы едим, чтобы познать страдания израильтян в Египте. Но условия нашего народа двойственна. В то же самое время, когда маца является хлебом огорчения, еще более того, она стала хлебом свободы. Мы также едим ее, как хлеб свободы, потому что машина, как сказала, это тело мое, за нас пламимое, за вас пламимое, и ешьте воспоминания меня. Кушайте мацу, и сейчас начнем кушать все остальное. Итак, друзья, люби-други, та маца, наверное, была самая сладкая хлеба, когда они кушали, вышли из Египта, и они сели и начали запекать ельнкой, кушать мацу. И есть в традиции еврейского народа, они считаются хлебом бедствия, и хлебом горесть, и также хлебом рапочки, потому что сладкие они ничего не ели в своей жизни, когда они почувствовали свободу, они начали кушать этот хлеб. Я вам хочу просто привести пример. Такой важный пример. Вы знаете, когда мы проходим долины, как я говорю, смертной тени, когда нет у нас денег, когда бедность, когда Бог допускает такие испытания, что у нас долина финансовой крызы, и когда нечего кушать, и ты, вот у меня так было, три с половиной года, у меня очень тяжело было финансовое состояние, и Бог допустил это, потому что я и училась, и работала на копейки, и служила, и так получалось, что денег практически не было. И для меня хлеб с маслом, если еще дадут какой-то чай, для меня хлеб с маслом, это ботон с маслом, был киевским тортом. Я вспоминала и думала, мама дорогая, я когда-то киевским тортом длине бредала, а сейчас для меня это сладче киевского торта. Вот такой вкус хороший, потому что когда долго кабачки кушаешь, и геркурец, и фактически нету денег ни на что, и тебе где-то пойдешь куда-то в гости, тебе там дадут батон свежий, только с пылу жару, и намажут маслом, и чай сладкий, ну все, 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 это уже выше всех мечтаний, ну когда долго голод. Другими словами вы можете после поста тоже, когда долго постишься, и у тебя очищается организм, и ты тогда начинаешь остро чувствовать все вот эти пряности, все это вот эту красотищу, когда тебе дадут вкусы хлеба, ты думала, ой, как класс, 10 дней голодухи поста, изголазался, изторился, уже забыл, как хлеб пахнет, и вдруг тебе дают ощущение, ой, какой он вкусный. Точно так же, когда евреи вышли из Египта, для них уже было совсем другое ощущение. Когда в свободе кушаешь хлеб, это совсем не то, что ты в рабстве. Когда в рабстве, ты тоже сидишь не лезешь в горло, правильно? Вот то, женки, коли были у свекруг, жили у свекруг, и свекруг расслабливая, это что-то, когда тут вкусный праздник, там, что-то там, тебе на нее ездят, потому что, ну вот он все, мне же так доставить его там, что тебе уже ничего не хочется, радства. Тебе там уже ездить, торт перед пол поставили, поляну накрыли, день рождения у сыночка дорогого, кушайте гости, ты можешь там уже так пировать, но ты сидишь вот такой вот, смотришь на все, потому что тебе это радство, вот, тебе этот клей, этот ездить, эти угощения, эти навороты, тебе вот, потому что радство. Было это было у кого-то? Было? О, вот, ну хоть и девчонки я понимаю, тебе не надо, да, тебе не надо кончиков, тебе не надо этих вкусняшек, потому что ты сидишь вот такую вот, тебя достала, брата семейка, в рабство загнали тебя, тебе же все, такие симпсоны, симпсоны, да, есть такие злые симпсоны, вот эти вот египтянские, были эти симпсоны, которые загнали народ, и грехи и гибридский, в рабство, и поэтому Бог хочет, чтобы мы не забывали, почему мы это все празднуем, друзья, по одной простой причине, Бог хочет, чтобы мы не забывали, откуда мы вышли, откуда мы взяты, кто мы такие по большому счету, чтобы у нас на среде не поднимались, а лучше слышали, чтобы мы не думали, что мы уже именно что-то, что мы уже сильные, и мы такие радостные, и мы такие сильные, нет, Бог говорит, вспомните, откуда я вас извлек, из какого глубокого рва, и поэтому я дал эти праздники, чтобы вы вспоминали, что такое рабство, вот эту горечь, соленая вода, слезы, вот эти горькие травы, как это было тяжело, а почему, потому что вы отступили от Бога. Я допустила это все, потому что вы отступили от меня, вы переживаете рабство, вы сами себя туда загнали, я предупреждал, не делайте этого. Но еврейский народ не послушался и было сказано, что будет 400 лет, было пророчество, 400 лет будете в рабстве, за то, что вы отвергли Бога своего, будете служить другим, и 400 лет вы будете в рабстве. И поэтому, когда уже их взвыли, сказали все, уже чеснок, эти котлы, вот, Боже делает что-то. Бог послал Моисея вместе с Арончиком, и они это делали, вывели еврейский народ. И когда они уже сели, начали вот этот седок, вот это поспешно, вот это они кушали, поспешно. Мацу, мне когда было этим дрожанцам разгуляться, это все кушали и радовались, и шли, и радовались. Итак, идем дальше. Итак, и выбрал народ свой в рабстве избранных своих в десельных салон 104-41. И так, барухата Адонай, элегейну, элегаолам, ашер кедшан, бедуцвата, битсивану, ал-ангилат, маца. Благосоветный Господь Бог наш, Царь Вселенной, святивший нас и повеливший нас, есть Мацу. И так, и будет у вас кровь знаменим на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. Исход 12-12. Жареное мясо на кости представляет беспорочного, еще раз говорю, ельненка, кровь, которая была пролита и помазана на косяков в домах израильтян. Кровь была прикрытием для еврейского народа. Сам Господь опознавал эту кровь и проходил мимо домов. Вы знаете, что в Египте поражал Господь, да? И египтян поражал Бог, не сатана. И Бог сказал, сделайте это, принесите в жертву египтянка, косяки помажьте кровью египтянка. Это был прообраз будущего распятия Ешуана Шиека, Иисуса Христа, на стойке распятия. Это был прообраз. Косики были помазаны, и Бог, когда проходил, ангел смерти. Бог послал ангела смерти, и когда ангел проходил мимо домов, у Израиля, у еврея было помазано. Он увидел кровь, ангел запошел мимо. Все остальные были поражены. И скот, и люди, и берлицы, все было уничтожено. И поэтому мы напоминаем себе, какая кровь нас сегодня защищает, какая кровь пролита. Вот это был прообраз, и Бог это исполнил на Голгофе. И когда приходят к нам какие-то страшные вещи, нам нужно вспоминать, что если косяки домов были помазаны, и ангел смерти мимо прошел, то у нас есть. Кровь нашего Господа, она обрывает нас от всякого греха. Она защищает нас, она нас помазывает, и мы покрыты полностью от макушки до головы, до пят, мы покрыты кровью агута. И нам не нужно бояться ничего. Если страх я одолевает, вы говорите, косяки помазала я помазала, а я помазан сам. Раньше, Бог не говорил, вы себе помажьте, косяки помажьте, и я защищаю вас. А что происходит сейчас? Бог на нас извинен свою кровь. Защиту, мы покрыты, мы как в броне. Вот плащ крови на нас садил. И ни одна, ни одна, ни одна, ни один дом воносок, нас это устанет. Если вы ему не разрешили, то солнце хорошее сегодня активно. Кстати, если вы смотрели телевизор, телевизор, кто-то смотрел, в центральной была передача, в этом году сказали, что солнцестояние расположилось таким образом, а в третий раз на истории человечества столпало с этой Пасхой, на этот Песах. Оно стоит в таком же положении, как оно было в первый день исхода, в вермении, в второй день. Первый раз это было, когда Бог сотворил солнце, и оно светило в таком положении. Второй раз, это когда был исход, Моисей выводил свой народ, оно было в таком же положении. И это третий раз, оно стало в таком же положении, на истории человечества, это знамение третий раз. Солпало именно с этим Песахом. Я притязывала, как дело это все, и об этом говорят в синагогах везде, что солнце, дело в том, что еврейские раввины, они наблюдают, у них есть второй календарь, один месячный, второй солнечный календарь. Ведется наблюдение за солнцем, в каком положении астрономы отслеживают это все, и они ведут это тысячелетиями наблюдениями. И вот в этот раз оно стало, и нами все удивлены были, что в истории человечества это какой-то сильный знак, оно стало в такое положение, как было вот с исходом Моисея, в момент создания и сейчас. Это очень большой знак. Я думаю, что это связано с приходом Моисея. Это с приходом Господа связано. Я просто так чувствую внутри. Вот, поэтому идем дальше, друзья. Итак, мороз горький, вот это вот мороз, это горькие травы. И делали их жизнь горькой, а это в исходе первого глава, 14-15. И делали их жизнь горькой от тяжкой работы над блинами и кирпичами, от всякой работы, которую принуждали их к жестокости и детям. Пусть съедят мясо, его всю самую ночь испеченную на огне пресным хлебом и горькими травами пусть съедят его.